Грузовой самолет с россиянами на борту сбили на западе суда. На ответственность на себя взяли мятежники из военизированной организации сил быстрого реагирования. В обстоятельствах и причинах катастрофы разбирался мой коллега Юрий Белят. Юра, тебе слово. Да, Кирилл, привет. Но история на самом деле невероятно запутанная и при этом очень интересная. Давайте разбираться во всем по порядку. Катастрофа произошла в районе 4 часов утра. 21 октября в провинции Северный Дарфур, Судана, где продолжается столкновение между регулярной армией и военизированной группировкой силы быстрого реагирования. Про нее позже. Мир узнал о трагедии только спустя 12 часов. Из-за боев и тяжелой обстановки в регионе информация оттуда поступает крайне скупо. По данным портала Sudan War Monitor, специализирующегося на освещении конфликтов в Судане, бойцы сил быстрого реагирования сбили Ил-76 и сбили его по ошибке. Анализ обломков указывает на то, что самолет, вероятнее всего, был частью воздушного моста, который спонсируют Объединенные Арабские Эмираты, для поддержки тех самых мятежников, которые его и сбили. На данный момент известно, что экипаж направлялся на оказание технической помощи другому воздушному судну. Ну вот, что понятно точно, так это то, что среди погибших как минимум два россиянина. Антон Селиванец и Виктор Гранов. Оба они связаны с авиацией. Уже удалось остановить, что Виктор Гранов работал главным инженером компании Айрланд Транспорт Инкорпорейшн Физе Си. Эта авиакомпания зарегистрирована в Арабских Эмиратах. Она занимается грузовыми перевозками по всему миру. Ее можно зафрахтовать вообще любая организация. Сам самолет был взят в аренду у компании Нью-Вейкарга и выполнял рейсы международного аэропорта Рассельхайма в Объединенных Арабских Эмиратах в город Амджарас в Чаде. С самолетом и самой катастрофой, ну, вроде, разобрались. Теперь подробнее про россиян, погибших в этой самой катастрофе. Сначала по старшинству про Гранова. Как его называют другие пилоты на форумах, это тот пилот, которого берег сам дьявол. По данным новосибирского медиа НГС, 67-летний Виктор Гранов выпускник Барнаульского высшего военного авиационного училища летчиков. После училища с 1983 по 1984 год он служил в Ахтубинском центре подготовки летчиков-воспытателей. В разговоре с корреспондентом НГС.ру бывший сослуживец Виктор Гранов, Олег Щепетков, подтвердил, что пилот действительно разбился в Судане. Был знаком с ним, видел, что случилось. Мы с ним вместе учились, потом пути разошлись. Он попал на завод после центра, затем занялся своим делом. Последний раз мы с ним встречались где-то в начале 2000-х годов в Жуковском. Он приезжал, когда был в ЮАР. У него в Африке была своя авиакомпания. Ну, это цитата из разговора со сослуживцем. В начале 2000-х Виктор Гранов основал в Африке по меньшей мере две авиакомпании. Air Cargo Services International Limited и Grand Propeller. На последнюю с 2003 года был зарегистрирован тот самый Ил-76, произведенный на заводе, где до того работал Виктор Гранов. Предположительно, обе организации занимались грузоперевозками. И вот тут вот интересные моменты. Позволю себе рассказать немного подробностей с форумов пилотов. Карго-авиации, грузовой авиации. Там очень много обсуждалась личность господина Гранова и говорилось, что с ним ни в коем случае нельзя работать. Он очень плохо обслуживал свои самолеты. Из-за этого они довольно часто падали. За последние два года два Ана из летного парка Гранова потерпели крушение. При этом самого Гранова называли экстраординарным пилотом, невероятно талантливым, способным самому вырудить из любой ситуации возможной. И говорили буквально, что его бережет сам дьявол. Была следующая цитата. «Гранова бережет сам дьявол. Нормальные мужики гибнут, а с него все, как с гуся вода». Но вот сейчас не случилось. Произошло по-другому. Теперь про второго известного россиянина Антона Селиванца. Антону было 33 года. Он доставлял гуманитарную помощь в зону боевых действий. Журналисты Арти поговорили с родственниками Селиванца. Но и те подтвердили, что на борту сбитого Ил-76 находился летчик Антон Селиванец. Незадолго до крушения Селиванец снял видео с высоты 8,5 тысяч метров. Тогда ничего не предвещало беды. По словам брата летчика, Антон неожиданно позвонил ему перед вылетом. «Мы часто переписывались, но редко созванивались. А тут он перед вылетом в Судан мне неожиданно позвонил, сказал, что соскучился и хочет приехать в отпуск, чтобы увидеть всех родных, побывать на могиле отца. Мы не виделись много лет», — это сказал брат погибшего Селиванца. Ну и судя по социальным сетям, Селиванца у него осталась жена и двое детей. Юр, ты упомянул силы быстрого реагирования в Судане. А что это за группировка, против кого они воюют и за кого? Ну, это вообще очень сложно, потому что очень много сторон в этом конфликте. Но, тем не менее, это одна из военизированных организаций, принимавших участие в кровопролитной гражданской войне, которая бушует в Судане уже аж полтора года с апреля 23-го. Они контролируют приблизительно четверть территории страны. Вот видите, вот этот светло-зеленый — это то, что контролирует силы быстрого реагирования. Количество личного состава силы быстрого реагирования составляет около 100 тысяч человек. Их многие называют спецназом, но это ошибочно и неправильно. Они, на самом деле, никакой не спецназ, это, скорее, легкая пехота. Но, тем не менее, мощь у нее довольно значительная. Их много обвиняли в военных преступлениях, пытках, политических убийствах и так далее. Весь набор военизированных формирований на гражданской войне. Вот один из примеров модуса операнди силы быстрого реагирования. Еще до гражданской войны части службы быстрого реагирования вырезали больше 100 человек при подавлении протестов в Хартруме. Самое интересное, что Россия помогает оружием всем сторонам гражданской войны в Судане, в том числе и тем самым силам быстрого реагирования. Они вообще тесно связаны, про это чуть подробнее расскажу потом. Так что вообще не исключено, что самолет российского производства Ил был сбит российской же системой ПВО. Юр, хочу тебе поподробнее расспросить про интересы России в этом регионе. Ограничиваются ли они только поставками оружия? Нет, слушай, это на самом деле, конечно, намного теснее связи. Южный Судан вообще России очень интересен. Как мне рассказала политолог и специалист по региону Ирина Филатова, Россия уже заключила договор о строительстве нефтеперерабатывающего завода с Южным Суданом. Прямо там, на территории страны. И это строительство уже идет, что, конечно, дико выгодно Южному Судану. Да и Россия тоже плюсы свои имеет с этого. Видимо, именно в связи со строительством этого завода Минобороны объявила набор контрактников для работы в Судане. Согласно объявлению на сайте ведомства, в регионе нужны инженеры авиации, специалисты по МИГам и Сушкам. Контракт предлагают заключить на три года. Платить обещают 2800 долларов в месяц. Для Судана очень приличные деньги. Нужны они все на базе ВМФ России в стране. О ее создании Россия договорилась этим летом. Раньше функции обеспечения безопасности и обслуживания интересов России в подобных регионах традиционно уже выполняли пригожинские вагнера. Они много лет были весомой силой и в Судане. Начиная с 1917 года, российские иностранные источники не раз публиковали фото и видео, на которых, как утверждается, были запечатлены наемники Чувака Вагнер в Судане. Они, согласно этим источникам, занимались обучением суданских военных и помогали подавить, извини, массовые протесты. В 2001 году, связанный с Чувака Вагнер, телеграм-канал Грейзон опубликовал фотографии, прошедшие двумя годами ранее церемонии, на которой неназванный по имени командир одного из основных боевых соединений, цитата из канала, вручает памятные знаки суданским военным. То есть они были и инструкторами, и учителями, и наставниками, и в том числе выполняли операции на земле. В июле того же года Грейзон опубликовал видео, в котором, согласно подписи, суданские солдаты под руководством наемника вагнеровцев прыгают с парашютом с вертолета. В 2019 году, когда в Судане вспыхнули массовые протесты против президента Амара Башира, газета Sunday Tribune сообщала, что русские бойцы вместе с суданскими спецслужбами наблюдали за этими протестами. Власти Судана это отрицали. По сведениям Самуэля Романи, автора книги о деятельности россиян в Африке, Чувака Вагнер вела пропагандистскую кампанию в поддержку президента Башира. Пригожин предлагал обвинить протестующих в том, что они за Израиль и против ислама. Такая политтехнология была описана доктором Романи. Это, по его словам, привело к трениям со спецслужбами Башира, и Чувака Вагнер решила поддержать человека, который в итоге сверг того самого Башира, генерала Абдель-Фаттаха Аль-Бурхана. Затем, в 2021-2022 году Чувака Вагнер, по словам Романи, укрепила связи с теми силами быстрой поддержки, которые сейчас воюют с регулярной армией генералом Аль-Бурханом. Дело было в том, что Пригожины интересовали золотые прииски, которыми завладел командующий силами быстрой поддержки генерал Мохаммед Хамдан Дагало, а также известный как Химитий. Спасибо, что посмотрели это видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы быть всегда с нами на связи.